Скандал космического масштаба. Американская пресса узнала, что Дональд Трамп распорядился готовиться к продаже Международной космической станции. Кому хотят отдать уникальный объект и почему? Дмитрий Анопченко выяснял всё это в штаб-квартире НАСА. Решение космического масштаба и космической же глупости. Так в прессе пишут об идее Дональда Трампа продать Международную космическую станцию. О ней и известно стало-то практически случайно. Здесь в вашингтонской штаб-квартире НАСА попросили заложить в бюджет 150 миллионов долларов на будущий год на подготовку приватизации. Какой такой приватизации удивили журналисты и получили ответ, мол в Белом доме принято решение. С 2025 года МКС больше не финансировать, а значит её придётся выставить на торги. Штаты уже потратили почти 100 миллиардов долларов на строительство и эксплуатацию станции. Но денег никто не считал, ведь главная наука. Проект международный, в нём участвуют 14 стран, только сейчас на борту 6 космонавтов, 3 американца, двое русских и японец. Но львиную долю средств на содержание станции всё равно ведь давала Америка. От 3 до 4 миллиардов долларов ежегодно, учитывая затраты на работу всех наземных служб. Источники в НАСА утверждают эти-то расходы и смутили президента Трампа. Дескать, зачем платить больше, если можно МКС по частям бизнесменам продать, пусть ей и занимаются, ещё и денег заработать, а людей на орбиту всё равно посылать, но уже на коммерческой основе. Скандал эти новости спровоцировали неимоверный. Ведь многие до сих пор не могут простить Обаме, что он страну космического флота лишил. Каждый пуск знаменитых шаттлов обходился Америке в миллиард долларов. И в 2011-м тогдашний глава государства распорядился списать их и остановить программу полётов. Рассуждал аналогично. Дескать, пусть бизнес корабли построит, а мы будем только билеты в космос покупать. Идея оказалась провальной. За доставку астронавтов на МКС штаты до сих пор России втридорого платят. И вот теперь новая идея, но теперь уже саму станцию продать. Впрочем, есть ещё шанс, что Международную космическую станцию всё-таки спасёт Конгресс. Там очень возмущены. А ещё может помочь тот факт, что МКС – проект изначально убыточный. Никто ведь и не планировал доходы, а для бизнеса это важно. И поэтому в НАСА, особо не разглашая, не говоря об этом вслух, надеются, что покупатель не найдётся. Однако пока что всё равно готовят большую космическую приватизацию. Потому что спорить с президентом Трампом никто в этом здании так и не решился. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».